Само по себе катание с горки благотворно влияет на здоровье человека. Поднимаясь в гору, он испытывает полезные кардионагрузки, тонизирует большое количество мышц и развивает координацию. Чтобы пользы от катания на тюбинках было еще больше, нужно соблюдать технику безопасности при спуске. Правила простые. Садиться только по одному, не связывать ватрушки, крепко держаться за ручки. Особенность сноутюбингов, или как их еще называют в народе ватрушек, в том, что на большой скорости ими совершенно невозможно управлять. Нижняя сторона совершенно гладкая, здесь нет выемок и полосе, с помощью которых можно было бы изменить траекторию движения. Затормозить на ней тоже не получится. С закажущейся мягкостью и пругостью скрывается опасность. При движении с горы тюбинг может развивать скорость до 40 км в час. Любая неровность на склоне станет трамплином, который может отбросить человека, тем более ребенка, в сторону. Первым делом осмотрите склон. Не поленитесь и спуститесь вниз. Сверху все неровности сливаются и становятся незаметны. Приготовившись к спуску, убедитесь, что дорожка свободна. Сотрясение мозга, рваные раны, перелом позвоночника к таким последствиям могут привести к катанию с горок на ватрушках в необорудованных для этого местах. Для катания детей лучше использовать пологие склоны и ни в коем случае не продавать ускорение тюбингу, толкая его вниз. Катание на этих ватрушках, они, конечно, достаточно опасны. И человек, когда принимает решение сам прокатиться, а еще и с ребенком, здесь как бы он должен понимать, что травмы бывают достаточно тяжелые. Это начинает черепно-мозговые травмы. Такие ситуации в нашем городе происходили. Эти и другие повреждения чаще всего получают и в результате столкновений с деревьями, и во время катания на стихийных неподготовленных снежных горках. Их лучше обходить стороной и кататься только на подготовленных трассах. За состоянием горки на лыжной базе постоянно следят специалисты. По возможности, конечно, укатываем ее бураном. То есть, если в прошлом году, когда большое количество снега, мы могли укатывать ее ретраком, выравнивать все бугры неровности, то на сегодняшний день пока это только буран. И то и очень-очень аккуратно, в связи с тем, что горка ледяная. Также на этой неделе будут сделаны ступеньки, чтобы облегчить подъем на горку. Также на лыжной базе установили специальные щиты с памятками о правилах поведения на горке. Прежде чем решить пойти кататься на надувной ватрушке, необходимо серьезно отнестись к выбору трассы. Помните, спуск на сноутюбинке с неподготовленных горок может привести к серьезным последствиям. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, СОРУ-24.